Мы продолжаем наш разговор про божественность Иисуса Христа и говорим о том, что свидетели Игол возражают против нашего христианского учения, говоря, что Христос является архангелом Михаилом, а не Богом. На самом деле это замечательный момент в учении свидетелей Иголы, потому что ни в одном библейском стихе нигде имена Михаил и Христос не стоят рядом. На самом деле это чисто синтетическое учение, которое свидетели Иголы строят на основании каких-то странных связей между разными стихами. В Библии имя Михаил встречается всего пять раз. Три раза в книге Даниила, это Даниил 10.13, 10.21 и 12.1, Послание Иуды 9 стих и книга Откровения 12.7. Вот всего пять раз, где имя Михаил в Библии встречается. Ни один из этих стихов Михаила со Христом не отождествляет. На чем свидетели Иголы устроят свое учение? Я очень долго пытался понять суть их аргументов и в конце концов нашел в одной из сторожевых башен такое вот объяснение. На самом деле самое лучшее из того, что я сумел найти. Если оно непонятное, ну в общем это наверное вопросы к свидетелям Иголы. Действительно логика у них очень интересная. Пишут они следующее. Иисус Христос заслуживает чести и потому, что он является главным ангелом Иеговы или архангелом. На каком основании мы приходим к этому заключению? Приставка арх, означающая главный или ведущий, намекает на то, что существует только один архангел. Слове Бога говорится о нем в связи с воскресшим Господом Иисусом Христом. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. 1 Фессалоникийцам 4.16. У этого архангела есть имя. Как мы читаем в Иуде 9 стихе. Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Точка. Вот это вот и есть объяснение, которое свидетели Иегову предлагают. На самом деле с первого раза, да еще на слух, воспринять это совершенно невозможно. В чем, собственно говоря, идея? Логика очень простая. Они говорят, постольку, поскольку в Библии есть только один архангел. И в первом фессалоникийце мы читаем, что Господь сойдет с неба с голосом архангела, то этот архангел и есть Господь Иисус. Да, раз он сошел с неба с голосом архангела, кто еще может говорить голосом архангела, кроме самого архангела? Да, значит, Господь есть архангел. А поскольку в В Писании мы читаем, что имя этого единственного архангела Михаил, значит, Господь Иисус Христос и есть архангел Михаил. Против подобных выводов, на самом деле, есть серьезные возражения. Как они выглядят? Во-первых, когда мы начинаем размышлять на эту тему, мы видим, что Писание, как ни странно, сообщает нам очень мало сведений об ангелах. На самом деле, мы не знаем, ни когда точно они появились, ни сколько их, ни как их зовут, ни как они делятся. Мы много чего о них не знаем. Как они выглядят, мы не знаем. Сколько ангелов вместится на кончике швейной иголки, мы с вами не знаем. Любимый вопрос холастов. И об архангелах мы с вами знаем еще меньше. Мы не знаем, сколько архангелов, мы не знаем, как они соотносятся с обычными ангелами, мы не знаем, в чем их полномочия. То есть, просто есть такое вот слово архангел. На самом деле, это слово упоминается в Библии всего два раза. И как раз в этих двух стихах, 1 с никийцем 4,16 и Иуды 9 стих. Всего два раза. Мне кажется, это слишком маленькое основание для того, чтобы делать какие-то серьезные выводы по поводу архангелов. Кто они такие, сколько их и чем они занимаются. Мы действительно просто не знаем, откуда они взялись, кто они, как их зовут и чем они отличаются от простых ангелов. Хотя интересно, что в апокрифических книгах Ветхого Завета там есть перечисление достаточно большого количества архангелов. Может быть, помните, там Рафаил, Михаил, Уриил, Гавриил и еще там достаточно большой список. Но поскольку это апокрифы, мы с вами на них полагаться не будем. Интересно, что даже те скудные сведения, которые дает нам Писание, все равно не сочетаются с учением свидетелей Иегов. Например, в книге Даниила, 10 глава, 13 стихе, мы читаем, что Михаил назван одним из князей. Одним из князей. То есть, мы не знаем, какой именно он был князь, но мы знаем, что Михаил, о котором идет речь, он явно один из целой группы, равных ему по рангу товарищей или служителей. Светили Иеговы в этом отрывке, который мы с вами читали, говорят о том, что архангел может быть только один, потому что об этом говорит приставка арх. На самом деле, приставка арх ничего подобного не говорит. Более того, в Новом Завете мы встречаем периодически слова с приставкой арх множественного числа. Просто вот в Писании мы видим слова с приставкой арх, которые стоят во множественном числе. Например, ничего близкого к тому, о чем говорят свидетели Иеговы, нет. Не указывает приставка арх на уникальность архангела. С другой стороны, если мы с вами ближе посмотрим на 1 Фессалоникийцам 4.16, то у нас нет никаких причин полагать, что глаз архангела в этом стихе исходит из уст самого Бога. Потому что на самом деле в этом стихе происходит нечто совершенно иное. Мы видим, что описывается пришествие Господа, которое будет сопровождаться тремя знамениями. Три знамения будут таковыми. Это будут возвещения или великий крик, великий вопль, который разнесется до краев земли. Это будет голос архангела. Это будет Божья труба. Три разных отдельных признака. Не Господь будет кричать и говорить голосом архангела и трубить Божьей трубой. Что, кстати, тоже интересно, потому что если голос архангела делает Христа архангелом Михаилом, кем его делает Божья труба? И если мы с вами рассматриваем 9 главу послания Иуды, на которую святые льготы ссылаются, где говорится о том, что архангел Михаил споря с сатаной о теле Моисея не смел произнести укорительного суда, то на самом деле и это не стыкует с образом Христа, которого мы знаем. Потому что Христос победил сатану и изгнал его вон, а на земле он регулярно запрещал бесам, прогонял их и вообще воевал со всей вражеской силой. То есть на самом деле архангел Михаил, которого мы видим описанным в 9 стихе, не имеет ничего общего со Христом, каким мы его знаем. Писание не только не называет Христа ангелом, Писание однозначно показывает, что Христос ангелом не является. Вся первая глава послания к евреям, она посвящена именно этой теме. Она вся написана для того, чтобы показать, что Христос настолько превосходнее ангелов, насколько славнейшее перед ними унаследовал имя. Христос выше ангелов. И когда Бог вводит своего сына во вселенную, Он говорит, и поклонятся Ему все ангелы земные. И интересно, что в 4 стихе первой главы послания к евреям, где говорится, что Христос настолько превосходнее ангелов, насколько славнейшее перед ними унаследовал имя, используется очень интересное слово. Дело в том, что в греческом языке есть два слова, обозначающие превосходную степень. Больше в качественном смысле и больше в количественном смысле. Например, отец старше своего сына, он больше своего сына, в смысле возраста, размера или веса. Или капитан больше рядового, в смысле, что он старше его позвания, у него звездочек на погонах больше. Это слово по-гречески обозначается мейзон. То есть он больше в количественном смысле. А здесь использовано другое слово, которое звучит по-гречески крейтон, и которое обозначает качественное превосходство. Как человек больше обезьяна. Или, я не знаю, обезьяна больше муравья. Не в размерах, а именно по своему развитию, по сложности своих мозгов и по своим способностям. И в этом отношении, когда говорится о том, что Христос больше ангелов, он является не просто самым сильным из ангелов, не просто самым способным из ангелов, он качественно всех ангелов превосходит. Он не является одним из их числа. Христос не является архангелом Михаилом. Следующее возражение, которое предлагают святели Иеговы, оно звучит таким образом. Христос является сыном Божьим, но не Богом. Он не Бог, всего лишь Сын Божий. Ну вот давайте поближе посмотрим с вами на то, что святели Иеговы говорят по этому поводу. На самом деле, совершенно замечательное утверждение. Попробуйте вслушаться в него внимательно. В Библии Иисус часто называется Сыном Бога. Однако никто в первом веке никогда не считал Его Богом Сыном. Даже демоны правильно обращались к Иисусу, как к отдельной личности, Сыну Божьему. Следовательно, выражение Сын Божий относится к Иисусу, как к отдельной сотворенной личности, а не как к части Троицы. Будучи Сыном Бога, Иисус не мог быть самим Богом, потому что в Иоанна 1,8 сказано «Бога не видел никто никогда». Точка. Весь этот стих, весь этот отрывок представляет собой сплошную подтасовку фактов от начала до конца. Это совершенно замечательный образец того, как святели Иеговы хитро играют с умами тех людей, которые читают их литературу. Ну вот давайте посмотрим, как это происходит. Они пишут, что даже демоны правильно обращались к Иисусу, как к отдельной личности, Сыну Божьему. Никто с этим не спорит. И они тут же подсовывают нам следующую мысль, которую даже не трудится доказать. Следовательно, выражение Сын Божий относится к Иисусу, как к отдельной сотворенной личности. Извините, вы еще не доказали, что Он сотворил. То, что Он является отдельной личностью, не делает Его творением. Но святели Иеговы, рассчитывая на то, что люди это просто не заметят, они аккуратненько подсовывают следующий вывод, даже не трудясь его доказать. Да, раз к Нему обращались как к отдельной личности, значит, Он был отдельной сотворенной личностью. А остальное нас уже не очень волнует. А последняя фраза этого отрывка, она вообще замечательна. Будучи Сыном Бога, Иисус не мог быть самим Богом, потому что в Иоанна 1.8 сказано, Бога не видел никто никогда. И ведь ни один святели Иегова не потрудится взять этот стих и почитать его до конца. А в этом стихе сказано, Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий внедри Отчим, Он явил. Более того, в оригинальном, самых ранних рукописях, оригинального текста этого стиха, сказано, единородный Бог, сущий внедри Отчим, Он явил. И в переводе Нового Мира этот стих звучит именно так. Единственный Сын Бога, который был у него там внутри, внедри, я не буквально сейчас цитирую, но идея такая, Он нам его показал. Они в своем переводе здесь называют Христа Богом, но когда им, у них есть необходимость избежать этого упоминания, они аккуратно отрезают вторую половину стиха, оставляя только ту часть, которая им выгодна. Если мне свидетель сказал вот это вот, дочитал до точки и сказал, что Бога не видел никто никогда, но я человек-сведущий, я знаю, что продолжение этого стиха, если я ему скажу, у него будут какие-то аргументы? Я думаю, что лучше не сказать ему, а попросить его прочитать в его собственном писании. А в его именно писании, не в этом самом? Да, открыть перевод Нового Мира и прочитать текст до конца. Потому что он неизбежно прочитает там то, что Христос, явил, будучи Богом, он Бога явил. Самое главное, что их текст Писания называет в этом случае Христа Богом. Понятно. Далее, святые иеговы пишут, некоторые верят, что первородный сын Бога равен Отцу. Учит ли этому Библия? Нет. В действительности, Писание прямо ясно и четко говорит совершенно противоположно. Давайте мы откроем пятую главу Евангелия от Иоанна. Пятая глава Евангелия от Иоанна. Замечательный стих и замечательная история. Мы читаем о том, что Господь пришел в Иерусалим на очередной праздник. И в Иерусалиме пришел в купальню под названием Ввезда, где лежало много больных, которые ожидали исцеления. Сходил ангел Господень, касался крылом воды, когда он возмущался, кто первый слезал в воду, тот получал исцеление. И Господь исцеляет одного из этих людей, который уже не надеялся исцеление получить. И человек, который был исцелен, он потом идет к иудеям и объявляет, что исцеливший его есть Иисус. 15 стих. И дальше начинается самое интересное. 16 стих. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же сказал им, говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Для любого нормального человека назвать себя сыном Божьим означает назвать себя Богом. По очень простой причине. Потому что сын кошки это кошка, ну кот. Сын кошелота это кошелот. Сын обезьяны это обезьяна. Сын кенгуру это кенгуру. Почему сын Бога это архангел Михаил? Сын Бога Бог по определению. Для любого нормального человека это совершенно очевидный факт. А мы с вами не являемся богами по той причине, что мы с вами не родные сыновья Божьи. Мы усыновленные. Бог принял нас в число своих детей. Он же является сыном его, потому что он по природе единосущен отцу. Так описываются их отношения между собой. Что обычно говорят свете Легову по этому поводу? Они говорят о том, что иудеи в очередной раз Христа просто не поняли. То есть они решили, что раз он называет Бога своим отцом, значит он богохульствует. То есть он на самом деле делает себя равным Богу. А на самом деле Христос не имел ничего подобного якобы в виду. Но тут есть очень интересный аспект. Если вы посмотрите внимательно этот стих, Иоанн не пишет, что они еще более искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и потому, что они думали, что он, называя Бога своим отцом, делал себя равным Богу. Он пишет об этом как о факте, с которым он согласен. Он говорит, они искали его убить за то, что нарушал субботу, и на самом деле называя себя, называя Бога своим отцом, делал себя равным Богу. Это совершенно очевидный факт, с которым Иоанн в данном отрывке И вполне и совершенно согласен. Иногда свидетели Гоу показывают на следующий стих и говорят, что постольку, поскольку дальше Иоанн пишет, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же, что эти стихи как бы поясняют предыдущий стих, якобы в них Господь объясняет иудеям, что нет-нет, я не равен Богу. На самом деле ничего подобного, в данном случае Господь говорит не о своей божественности, он говорит о своем подчинении отцу, он говорит о том, что он придя на землю, он действуя как сын Божий, выполняет волю своего отца, он ничуть не меньше бог, чем отец, но тем не менее подчиняется отцу как сын. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Следующий момент, который святели Иеговы часто используют, звучит таким образом. Библия последовательно показывает, что Иисус всегда был ниже своего отца. Когда Иисус был на земле, он никогда не заявлял, что он больше, чем сын Божий. Кроме того, Христос сказал «Отец мой более меня». Помните, совсем недавно мы говорили с вами о том, что есть два греческих слова, которые обозначают превосходство. Мейзон и Крейтон. Вот если в книге «Послание к евреям 1.6» мы читаем о том, что... Вернее, «Послание к евреям 1.4» мы читаем о том, что Христос настолько превосходнее ангелов в качественном смысле, насколько славнейшее перед ними наследовал имя, то здесь использовано не слово «крейтон», а слово «мейзон». Не настолько, конечно. Христос сказал «Отец мой главнее меня или старше меня». И в данном случае речь идет не о качественной разнице, а о количественной разнице. То есть, отец, он старше сына, но при этом они оба человеки. Да, полковник старше сержанта, но при этом они тоже оба человеки и военные. То есть, это не имеет никакого отношения к природе их существования, это имеет отношение к их внутренним взаимным отношениям. Сын подчиняется отцу. Следующий аргумент, который свидетели Иеговы приводят, звучит таким образом. «Иисус неоднократно показывал, что он творение отдельное от Бога, и что над ним Иисусом есть Бог, Бог, которому он поклонялся и которого называл Отцом. Так как у Иисуса был Бог, его отец, то Иисус не мог в то же время быть этим самым Богом». То есть, иными словами, они говорят, что раз Иисус называл своего Отца Богом, значит, он Богом быть не мог, да, то есть, как это возможно. Значит, что можно сказать по этому поводу? На самом деле, в Евангелии от Иоанна есть замечательный стих, который называется Иоанна 20.17. И этот стих является очень хорошим ответом как раз вот на такие аргументы. Господь говорит Марии Магдалине, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Очень интересный момент. Господь никогда не говорил о своем отце «Отец наш» или «Бог наш». Когда он и говорил, он всегда делал четкую разницу между своим отношением к Богу и отношением к Богу других людей. В данном случае очень важно помнить о том, что когда Господь пришел на землю, он на самом деле стал человеком и принял на себя все ограничения, обязательства человеческой плоти, человеческого бытия. И, соответственно, когда Господь на кресте кричал, «Боже мой, зачем ты меня оставил?», он это делал не как Бог, который не способен умереть, как человек, которого ожидает смерть. Когда Христос утомлялся и спал на лодке посреди бушующего моря, он утомлялся не как Бог, а как человек, потому что он не был неким странным смешением Бога и человека, а был и совершенным Богом, и совершенным человеком, с полноценной человеческой, полноценной божеской волей внутри одной личности. И, соответственно, когда Господь здесь говорит о том, что он Бог, его отец – это Бог его и Бог всех остальных людей, он говорит как раз о том, что его отношения с отцом, они несколько иные, чем отношения всех остальных людей. Он принял на себя человеческую плоть, и тем самым он может говорить как человек, обращаясь к Богу. Блаженный Августин в одном из своих писем так комментировал это обстоятельство. «Христос не говорит «наш отец», таким образом он является моим в одном смысле, а вашим в другом. Моим по природе, вашим по благодати. Мой Бог, во власти которого нахожусь, и я как человек, ваш Бог, между которыми и вами я посредник». Его отношения с Богом и наши отношения с Богом, они разные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok